всем привет сегодня я вам покажу орхидеи выдающие на гора вы знаете вот усмирить вот эту вот красоту просто невозможно сейчас немножко я окунусь в предысторию всего того что вы видите это орхидея покупалась в очень маленьком размере она шла во мхе размера в дюймах 1 и 7 но это орхидея была посажена европейским производителем потому что там было написано оптифлор сейчас некоторые европейские производители выращивают орхидеи особенно маленькие во влагоемких посадках ну то бишь во мхе вот это орхидея от оптифлор потому что это производитель европейских орхидей эту орхидею я купила маленькой маленькой у нее на момент покупки был один цветоносик это был формат цветения мини орхидеи как мы с вами называем и потом я не торопясь стала адаптировать орхидею к своим условиям содержания растений не пересаживала она аккуратненько шла у меня в рост распустила все созданные бутоны оранжерейные долго их держала и название этой орхидеи сога готрис очень красивая лучистая солнечная орхидея почему лучистая потому что у нее есть красные вкрапления в виде таких рисованных молний на основном и ярком рыжим рыжий желтом цвете лепесточков она очень красивая ну надеюсь скоро мы вместе с вами увидим ее цветение я дала и достаточно долго времени на адаптацию и потом мы вместе с вами на канале крайне щадящим способом пересадили эту орхидею что я сделала я распушила тот объем мха который был орхидеи в посадочке какое-то количество мха я извлекла из того объема который был в посадке для того чтобы смешать его с корой и добавить в посадку все остальное что осталось на орхидеи в уровне корней в виде распушенного мха пошло в посадку но я еще к этому распушенному мху добавила некое количество коры орхиаты фракции 9-12 не крупная фракция коры для посадки этой орхидеи было верным принятым решением потому что крупную кору в посадку к небольшим маленьким растениям добавлять не стоит вы можете потерять и корневую систему и собственно саму орхидею вот размешав орхиату с тем мхом который я освободила частично с корневой системы я сделала вот такую посадку этой орхидеи в горшочек 06 арте 06 литра арте вот ну показать вам корневая знаете как она пошла расти конечно давайте если я не забуду ссылочку оставлю под видео в описании пройдите посмотрите именно этот метод который дает очень эффектный результативный выход растения из пересадки орхидеи совершенно его не замечает там очень хорошо начала развиваться корневая система уже я вам могу сказать что этой пересадки много времени корней мы уже не увидим там происходят происходят естественные процессы перепревания того грунта в который эта орхидея пересаживалась но вы посмотрите что она творит наверху что называется я опять про хлопала ушами и не пересадила орхидею ну знаете вот когда орхидея прекрасно себя чувствует прекрасный рост показывает потенциальный у меня даже рука не поднимается ее трогать с ее вот этой прекрасной такой для нее посадки вот ну что я сделала на момент пересадки это орхидея сама была маленькая но у нее уровне шеи появилась уже детка вот это вот детка которая но я ее совершенно не ждала эту детку сами понимаете да маленькое растение давшее детку что от этого было ожидать поэтому метод пересадки для этой орхидеи был выбран именно такой который я вам сказала раньше антистрессовый нулевой стресс при пересадке растения чтобы не дай бог мне не повредить детку не остановить ее в росте и так далее детка на уровне с материнской орхидеи развивается прекрасно но сейчас вот это вот необыкновенная история вот посмотрите тут и у детки уже корни собственные множественные разъединять их я не буду я сразу предвижу ваши вопросы ирина отсоедините продайте девчонки нет я буду содержать эти растения ровно так как создала их природа матушка природа они будут одна на другой расти они не давлеют друг на другом они не подавляют рост друг друга и поэтому не мешают друг другу одна растет в один бок другая растет в другу в другой бок видите как и они великолепно себя чувствуют зачем их разделять когда у детки но у нее уже собственная корневая система хорошая она уже там в посадке вот у детки кстати все корни практически все растут нет не все один воздух пошел а все остальное пошло в грунт на материнской же орхидее как говорят для мат для корней матушки место в посадке то и не нашлось но она не дремлет посмотрите что она делает какую на бороду растит у нее посмотрите сейчас вот такой вот цветоносик я узнаю характер формирования цветоноса именно на орхидеи сога готрис у нее вот так вот по кольцу покрыть цветонос бутонами он хаосно расположенные бутоны во все стороны смотрят вот узнаю и цветение собственно когда мы видим раскрыть этих бутонов оно тоже вот такое кольцевое во все стороны раскрываются цветочки очень красиво цветет эта орхидея когда зацветет покажу но несмотря на это что у нас есть существующий формирующийся цветонос это орхидея я вам показала расти детку корневая система посмотрите находится в раскукленном растущим вот просто растущим состоянии и я тут буквально недавно заглядываю думаю как дела тут у моей собушки и моя собушка выдает новый цветонос я говорю ничего себе это барышня какая крутая вот посмотрите кстати я могу сказать что это орхидея после пересадки хорошей адаптации домашней она достаточно долго не цвела конечно я это связываю с тем что на орхидеи растет детка росла детка растет сейчас вот смотрите насколько крупной выросла сама материнская розетка листовая у этой орхидеи также в нижнем уровне шейки очень хорошо подросла детка у детки свои корни и теперь матушка занялась своей красотой слава богу очень красивой выглядит посадка орхидейка ну и так далее сейчас я ее достала со стеллажа для того чтобы показать вам ее очень красивый рост рассказать вам как развивается в домашних условиях орхидея сога готрис какой грунт для нее был сделан я вот думаю может быть мне предоставить этой орхидеи какой-нибудь больший объем для того чтобы просто туда уложить корневую систему как я сделала вот для этой орхидейки сейчас я вам все покажу там стоят прелестницы которые немножко спрятаны от вас я вам я вам покажу нечто это бомбезное цветение двух орхидей даже трех орхидей вот но отмела я мысли о том чтобы разместить корневую больший объем и таким образом там содержать потому что эта орхидея растет у меня в нижнем уровне полукруглого стеллажа там влажность хорошая что собственно нам демонстрируют корни они совершенно не сморщены они воздушные но они наполнены и то есть влажности воздуха хватает этой орхидейки в нижнем уровне стеллажа и вот пожалуйста второй цветоносик я думаю этот скоро начнет конечно раскрываться но этот он очень быстро начал рост появление этого цветоноса кстати произошло после вторичного пролива орхидеи аминосилам вот что замечаю то вам и рассказываю она и сама растет видите листик растущий корневая вся раскукленная детка растущая и два цветоноса вот такой потенциально прекрасный сильный сортовой гибрид варианте сога годрис ничего особого при содержании этой орхидеи мной замечено не было достаточно стабильный устойчивый сорт не капризен по крайней мере у меня но здесь нужно сделать ссылку на то что изначально купленное растение было здоровым поливаю я эту орхидею по графику полива как и все мои орхидейки просыхает она очень быстро потому что горшочек маленький и у растения очень большая корневая система и здесь два растения в горшочке в маленьком поэтому просыхает быстро так поливы с удобрениями происходит у меня не чаще чем раз в 3-4 недели то есть все как обычно ничего особенного ну и вот они дождались своей очереди на показ вот эти вот необыкновенные красивые орхидеи когда только начала распускаться эта орхидея я вам показала буквально три цветочка и сказала нет пять на тот момент было и сказала что конечно первый домашний цветонос меня необыкновенно впечатлил это орхидея бабочка очень красивая little джим вот посмотрите какая она бы необыкновенная я вот смотрю на них вы знаете вот этот боковой отросток от основного осевого цветоноса он заблудился в основных цветах и мне сейчас пришлось просто добывать место под солнцем для этих цветочков на этом цветоносе скоро распустится вот эти вот нижние бутоны вот еще два еще тут несколько бутончиков будут распускаться но я уже это орхидея у меня на нижнем стеллаже рядом кстати с ого гос готрис растет и поэтому сформировав цветонос в этом уровне стеллажа под определенным освещением я ждала когда вызрею достаточно хорошо все ее бутоны лишь только потом я приняла решение переставить эту орхидейку вот сейчас она распустила практически все бутоны но те которые не распущены они уже надутенькие вот видите уже я вижу что эти бутончики не пропадут с изменением места содержания ну как изменением какое тут изменение но подниму на полку выше для того чтобы мне любоваться цветением этой красоты а то стоит там внизу я совершенно ее не вижу орхидея необычная необыкновенная вы посмотрите какая прелесть для первого домашнего цветения я вам могу сказать это просто шикарно многие мне писали когда я показала начал распуска этой орхидеи что это невероятно красивая орхидея которая действительно очень способна в домашних условиях мощно объемно и долговременно цвести вот посмотрите цветочек каждый на загляденье цветочки на этой орхидеи они друг от друга отличаются как бриллиантики вот я не знаю я смотрю на них как необыкновенные огранки бриллиантики очень красивая орхидея с активной губой ярко-ярко окрашенной ну и вот какая красота распустилась у меня из кувшинок когда я начала вам показывать первый распуск бутонов этой необыкновенной истории которая происходила со мной вместе с вами на канале с этими орхидеями это те орхидеи которые я покупала по смешной цене по уценке полностью залитой корневой системой длительный процесс восстановления происходил на этих орхидеях вот мы вместе с вами конечно не понимали что и как нас ожидает как будут расти эти орхидеи как они будут восстанавливаться но показав хороший отличный просто рост эти обе орхидейки были было принято решение мной пересадить в объединенную групповую посадку вот и посмотрите какая история необыкновенная ну что кто-то мне говорил ирина да это орхидея по форме бутонов мы вместе с вами делали гадали да на кофейной гуще гадали о том как дальше начнут распускаться эти бутончики созданные вот пожалуйста по моему только два цветочка вот посмотрите они раскрылись полупилорами вот видите здесь закрыты с этой стороны цветочка здесь раскрыты и с другой стороны вот он тоже здесь есть один полупилор Всё, всё остальное, так, подождите, вот третий и, а, всё, три, три цветочка, вижу. Всё остальное это необыкновенное цветение тюльпанчиков. Кто-то назвал действительно цветение этих орхидей как нераскрытые тюльпанчики, очень красивая форма, тюльпанеобразная. А кто-то сказал, Ирина, как вы знаете, название в руку легло или пришлось ко двору этой орхидеи, она реально как кувшинка. Вот не зря мы вместе с вами назвали эти орхидеи кувшинки. Почему кувшинки? Потому что корневая была залита. И для того, чтобы нам с вами делать какую-то градацию между орхидеей, которая у нас находится на наращивании корневой системы разными способами, мы называем вместе с вами растение. Вот, я очень горжусь этими орхидеями. Впечатлению и восхищению моему нет предела. Очень классные. На этой орхидейке одной она более крупная, на ней два цветоноса. Вот они, один, второй. Они одинаковые, представляете? И вторая орхидея, она тоже начала распускаться и распускается. Ну, уже распустилась пилором. Триллипсом. Вы посмотрите, какая красота. Налюбоваться на вот это облако необыкновенно пестрых цветов и цветов формы бабочки просто невозможно. Их много. Покрытие цветоносов плотное, объемное, красивое. Смотрите, это невероятно. Это фейерверк. Фейерверк эмоций. Вот такое необыкновенное облако великих, прекрасных, мимимишных цветочков сегодня вашему вниманию. Боже, вы знаете, я уже просто не знаю, как вам все это показывать, насколько в этом году шикарно цветут мои орхидейки. Стараюсь доставать со стеллажей, потому что я понимаю, что восприятие все-таки общего, красивого, мощного цветения орхидей возможно только, когда они будут индивидуально вам показаны. Ну а на сегодня у меня для вас все. Желаю я вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok